Главный рюкзак мне не спалить. Обязательно. Все будет, все сожжу. Сейчас оно упадет в меня по классике. В общем, мы опять чудачествуем. Мы забрались в пещеру, поставили тут лагерь и теперь еще готовим кальян. Тебе надо было записывать, как я этот балл вынесла. Я буду записывать, как ты его будешь нести обратно. Я не буду тебе помогать, я буду записывать. Мне кажется, это надо сперить, чтобы было видно мое восхищенное лицо в эти моменты. Чем заняться в канун Нового года? Конечно, отправиться в экстремальное путешествие, устроить себе вечеринку с кальяном в древних подземельях и приправить все это холодной ночевкой в заброшенной церкви. Я не знаю, так долго буду разжигаться. Цвет пламени очень интересный, особенно на камере. Что, фиолетовая, что ли? Нет, на камере ни с пламени смотрится белым. Потому что отсюда цвета такие, какие они есть. И ботинок с говнищем. Сейчас его это. Пинцеты кальян. Эту поездку мы начали со старицких каменоломен. Белый камень или старицкий мрамор, как его еще называли, здесь стали добывать с 12 века. Он использовался для строительства церквей Твери, монастыря в северных землях Вологодской епархии и даже крепостных стен Смоленского Кремля, внутри которых нам тоже довелось побывать. Кстати, посмотреть видео об этом можно, перейдя по ссылке в правом верхнем углу экрана. Вокруг старицких каменоломен издавна существует множество легенд и слухов. По одной из них все системы в давние времена соединялись между собой. Хотя сейчас отдельное каменоломне разбросано вдоль Волги на протяжении более 40 километров. Те рукотворные пещеры, в которых мы разбили лагерь, находятся в черте самого города Старица, совсем рядом с действующим Свято-Успенским мужским монастырем. И считается, что раньше каменоломни имели единую сеть с подземными ходами монастыря. Эта легенда кажется более чем правдоподобной, исходя из географического расположения самой системы в непосредственной близости от крепостной стены монастыря, можно сказать, уходя почти под его территорию. Блин, это будет сейчас сложнее, чем я думаю. Нет, напарница у меня не просто отважная девушка, но еще и искушенная в туристических походах человек. Вот надо же такой рюкзак самостоятельно на себя напялить. Я помочь не могу, я снимаю, я оператор. Тебя надо снимать сзади, получается, рюкзак на ножках. Да, еще с этим снаряжением сейчас придется проходить несколько рачников. Сейчас погнали отсюда. Да, да я возьму. Что, ты идешь или нет? Сейчас я не вспомню, куда идти. Эти сапога-шки хрена неудобно. В общем, шоу продолжается. Как в добрые девяностые. Человек роет себе могилу. Что-то так сразу негативно. Ну надо же над тобой поиздеваться. А? Надо же над тобой поиздеваться. Ладно, на самом деле шоу продолжается. И мы тут решили встать на ночлег. Разбить лагерь. Но я, как человек более умный, буду ночевать в машине. Или как более жадный. Хотя нет, не жадный. Бен сжечь будешь. А напарница решила попробовать зимнюю ночевку холодную в палатке. Все равно выгоды. Так, это второй день уже нашего путешествия. Второй же? Ну, вообще третий. По-моему. По-моему, второй. В первую нас был ночью. Ночью, увы, и все. Да. 25-го, сегодня 26-й. Ну да. Ну, фактически второй день. И мы отправляемся в заброшенную деревню в Тверской области. Причем приехали мы сюда ночью. Осмотрели, нашли несколько заброшенных пустых домов. Причем один из них вполне прилично сохранился. И даже остался кое-какой быт. Мы переночевали в поле. Напарница у меня вообще попробовала холодную ночевку в палатке. Я не была холодной. И осталась довольна. Да? Да. Вот. А сейчас... Сейчас мы едем в эту заброшенную деревню. И будем там фотодрочить. Большинство домов в этой заброшенной деревне находятся, к сожалению, вот в таком состоянии. А это тот самый заброшенный дом, о котором я только что рассказывал. Который, в принципе, очень неплохо сохранился. Здесь можно даже видеть остатки какого-то быта. Здесь живая печь. Похоже, что она живая. Единственная неприятность, что здесь местами проваливается пол. Причем проваливается он настолько хорошо, что идешь вот по этим половицам, они под ногами хрустят. И одна половица просто треснула у меня под ногой. Собственно, с одной стороны ничего примечательного. Но с другой стороны ощущение, что ты попал в чужой дом без приглашений, без хозяев. А вообще меня почему-то зацепило путешествовать по заброшенным деревням, по заброшенным домам. Имеется в виду неполный бомжащик. А вот где сохранился хоть какой-то быт. Интересно видеть при входе метлы, радикюль. Напарница сейчас выполняет опасный трюк. В общем, полы здесь не просто хрустят под ногами. А я только что, пытаясь пройти в маленькую комнату, куда сейчас направилась напарница, просто с треском провалился вот в эту дыру. А вот чем еще интересно бывают старые заброшенные дома, что у них можно найти фотографии хозяев, старую переписку. А здесь, например, нашли письмо. Сашок, добрый день. Решила написать, а Воль дойдет. Вот, наступил Новый год. Приглашаем зайцев. Но я не пошла, как-то не очень хотела. Но позднее они принесли мне угощение. Пусть и битра красные. Что-то, короче, я тут уже не хрустил. Ну и почерп. Мне все-таки интересно. Говорят, нехорошо читать чужие письма, но здесь мы не знаем ни авторов, ни адресатов. И, может быть, уже этих людей в живых нет. А в следующем доме нам удалось попасть только в сене. Потому что вот эта комната закрыта, ну а ломать мы ничего не будем. Здесь тоже остатки какой-то посуды. И что вот можно интересно видеть, лица эпохи. Леня Голубков. Может быть, те, кто застали 90-е, помнят этого персонажа. Он участвовал в рекламе скандального холдинга МММ. Скандально известного холдинга МММ. И был на тот момент очень даже известной личностью. Печатные издания брали у него интервью. В сенях этого дома сохранился даже такой раритетный велосипед. Но в целом, в самих сенях больше смотреть не на что. Вот один из заброшенных домов. Со стороны фасада, снаружи, вот в эти сени мы заходили. Там дверь на самом деле открыта, несмотря на то, что висит замок. Очень антуражно смотрится поваленный забор. И за густой растительностью заросший дом. И, конечно же, настоящие зимние пейзажи. Вот тот дом тоже заброшен. Но в горницу, как правильно, наверное, сказать, мы не попали. Мы попали только в прихожую, в сене. Следующую ночь в нашей памяти мы решили провести в заброшенной церкви в Тверской области. На самом деле, вот реально ночевка в церкви. Мы сейчас будем вставить палатку. Будем готовить там палатки чай, ужинать. День рождения выкатируем. И спать будем здесь. Сейчас вот вставлю лагерь. Недалеко от алтаря. Здесь был вот алтарь. Ну а пока моя напарница занимается. Подготовка из палатного места. Немножечко расскажу о храме. Это церковь 1790 года постройки. Смоленская церковь или церковь Смоленской иконы Божией Матери. Фактически, можно сказать, что очень неплохо сохранилась по сравнению с большинством заброшенных церквей. У главного престола сохранилась роспись, которая была нанесена на стены этого храма в конце 19 века. И сейчас эту церковь планирует восстанавливать. Само состояние здания, в принципе, позволяет, наверное, без особого труда, без особых затрат, по сравнению с большинством других заброшенных церквей, восстановить этот храм. И, возможно, когда-нибудь он будет действующий. На месте алтаря прихожане, которые, очевидно, бывают в этой церкви, молятся, принесли сюда иконы, свечи. У одного из пределов, у входа в один из пределов, сохранился деревянный иконостас. Очевидно, того же периода, конца 19 века, когда и производилась роспись этого храма. В общем, примерно так будет выглядеть наш сегодняшний ночлег. Поделитесь впечатлениями, как спалось. Он был прохладный из-за того, что мне пришлось отойти пен. А вот так этот храм смотрится при свете дня. На самом деле, алтарная часть сохранилась хорошо и один предел, а еще два других предела в гораздо худшем состоянии. Ну а вот теперь, после того, как мы встали, при свете дня уже можно заснять, как выглядит этот храм. Архитектура этой церкви достаточно типична для конца 18 века. Здесь используется классическое решение восьмирик на четверике и два предела. И что интересно, фундамент храма был сложен из белого камня, достаточно грубой обработки. А та часть фундамента, которая находится уже выше земли, она была сложена тоже из белого камня, только гораздо более аккуратно обработанного. Ну и, естественно, дальше уже идет кирпичная кладка. Со стороны дальнего предела находилась колокольня, четырехугольная колокольня. Похоже, что трехъярусная, хотя вершина колокольни уже утрачена и сложно сказать в том, какой архитектурой она была. А сама церковь стоит в очень живописном месте, на берегу реки, у изгиба реки, на небольшом холме. Вообще, обычно места для постройки церквей на Руси, конечно, выбирать умели, в хорошем смысле слова. Ну и, как всегда, на колокольню можно подняться. Сделана лестница внутри самой колокольни, внутри стены. В принципе, по наружной лестнице можно подняться, там приставлена деревянная лестница, можно подняться на самый верх колокольни, но особого смысла сейчас в этом нету. А на церковном дворе находится старое кладбище. Возможно, сейчас даже удастся по датам захоронений определить примерно период, когда это кладбище здесь было действующим. Вот, например, могила Николая Маевского. Года жизни с 1823 по 1892 год. Николай Владимирович Маевский был генералом от артиллерии, выдающимся ученым механиком, ставшим одним из основоположников внешней баллистики. Его труд на благо русской армии и науки был отмечен присвоением Маевскому высоких научных степеней, члена-корреспондента Петербургской академии наук, заслуженного профессора и члена Санкт-Петербургского математического общества. И вот захороненный здесь господин Маевский был членом российского и гейдельбергского астрономического общества. Но очень необычная деталь, что в самой нижней части надгробия мы можем видеть элемент, как бы украшающий это надгробие со звездой. Не совсем понятно, конечно, что эта звезда символизировала, может быть, она была позднее здесь выбита в советское время, тяжело сказать. Вот еще одна могила Анастасия Петровна Маевская, родилась в 1831 году, умерла в 1885 году. Но, очевидно, здесь что-то похоже на родовое кладбище. Еще одно надгробие, но здесь, увы, ничего невозможно прочесть. Нету никаких дат, уже все, что было написано, все стерлось, увы. Ну и еще одна достопримечательность попалась нам по пути совершенно неожиданно. Это напрочь замерзшая водонапорная башня. Причем, когда подходил сюда, слышал явный шум и не понимал, что же является источником этого шума. Оказывается, вверху с самой водонапорки льется струя воды. И, соответственно, вся растительность вокруг тоже замерзшая. Обледеневшие деревья смотрятся ну очень живописно. Плюс венчает всю эту красоту огромное гнездо Аиста, размером с половину башни. Ты зачем материшься на камеру? Глент предупредил бы. Я бы из себя культурную леди бы состроила. Там цензура бы на кальян сделала в виде ладошек. Как вы думаете, дорогие друзья, чем мы сейчас занимаемся и где вообще мы находимся? Ты меня спрашиваешь, Глент? У зрителей. А я зритель. Ты одно из главных действующих лиц, можно сказать, главное действующее лицо. У меня лучше угли уже это нагревать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, поставьте ваши лайки и расскажите о нем своим друзьям. Репостните в своих соцсетях. Это будет лучшая помощь в развитии нашего канала. В следующей серии мы покажем вам заброшенную фамильную усадьбу выдающегося русского архитектора, чей вклад в развитие отечественной архитектуры 19 века невозможно переоценить. Оставайтесь с нами и всего вам самого наилучшего! До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова